Упасть может каждый, а подняться и пойти вперед только сильный духом. Подставленное в трудную минуту плечо коллегами и друзьями может закалить и вернуть человека к нормальной жизни. Трехкратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Бутрий 30 лет отработал в шахте. От смерти под землей его спасла каска, но из-за травмы головы пришлось уйти на пенсию. Участие в спартакиаде для спортсменов с ограниченными возможностями для него одушено. Очень хорошо, что проводятся такие соревнования, потому что люди это отвлекают от тех проблем, которые у нас в стране. Это нас сплачивает, мы находим новых друзей, общаемся со старыми друзьями. Всеукраинская спартакиада для людей, получивших травмы на производстве, проходит в пятый раз. Со всех регионов страны приехали 270 участников. В Одессе подобный масштабный турнир по инваспорту проходит впервые. Спорткомплекс Одесской Юракадемии является площадкой для проведения всеукраинских и международных соревнований. Здесь созданы все необходимые условия для занятия спортом людей с ограниченными возможностями. Предусмотрено новое французское противоударное покрытие. Потому что очень важно, как место проведения соревнований, так и место проживания, херчевания. Как раз у нас такая локация вышла. Все очень удобно. Наш многоточный коллектив, во главе Сергея Сергеевича Кивалова, готовился к этому мероприятию. Здесь совершенно новые технологии, которые почти еще не применялись в Украине. Эти технологии как раз в том и заключается, что здесь трудно получить травму. Для спортсменов, которые имеют ограниченные возможности, у нас особенные отношения. Все они проходят и учатся у нас. Все они получают стипендию. Все они учатся и получают те знания, которые необходимы. Всего в Украине около 260 тысяч людей, получивших травмы на производстве. И кроме получения дотации, этим людям важно общаться между собой. Это тоже медичный заход. Потому что есть такая позиция, как реабилитационный период. То есть все они психологически травмованы. Все они психологически пригничены. Потому что они уже, ну, трошечки, за рахунок травмы, утраты, прессоздатности. И тому такие заходы, где они не чувствуют эмоциональный подъем. Где они один за одного болеют. Где они показывают себе, что они не есть поза общества. В программе турнира армрестлинг, настольный теннис, бомбаски, дарт, шахматы и гиревой спорт. Накал страстей очень высокий. А воспоминания и эмоции еще долго останутся в памяти участников. Эмоции уже хотят. А только первые шаги. Особенно то, что касается силовых видов спорта. Адреналин такой вырабатывается, что потом ты еще две недели ходишь под этим воздействием этого всего. Дмитрий Богомолов, Юлия Пального, телеканал «Репортер». Дмитрий Богомолов, Юлия Пального, телеканал «Репортер». Дмитрий Богомолов, Юлия Пального, телеканал «Репортер». Дмитрий Богомолов, телеканал «Репортер».